Что бы еще наколдовать? Может, горы наколдовать? А что, я могу? Сила земли для чего нужна? Или что-то попроще наколдовать? Например, новый цвет для волос, или же чтобы волосы стали длиннее? Ээээ... нет, не пойдет. Тут лучше не применять магию на родных и друзьях, не стоит. А? Ребята, привет! Я Руди. Я тут думаю, что бы мне наколдовать? Почему я вдруг вспомнил про волосы? Была одна история, которую я расскажу сейчас. Вы хорошо знаете, что мы вместе проводим время с Сильфи, моей любимой девочкой. У нее короткие зеленые волосы, и поначалу я ее принимал за мальчика. Думаю, многие тоже ее путали с мальчиком, не только я. Я со временем привык к ее короткой прическе. И я ни разу не представлял Сильфи с длинными волосами. Но однажды за день до нашей встречи с Сильфи случилось вот что. Вечером я, как обычно, ложился спать. Я думал о том, как прогуляюсь с Сильфи. Опа! Вот так. Завтра я Сильфи встречу. Встречу ее! Да! Поиграем с ней, что-нибудь наколдуем. Придумаем новые заклинания. А что можно? Почему нет? Ладно, буду спать. И вскоре я заснул. Я спал, спал. Вдруг ко мне стал кто-то подходить. Я приоткрыл глаза и увидел девочку с длинными зелеными волосами. А когда я услышал ее голос, то сразу узнал. Это была Сильфи. Она была такой красивой, такой милой. Привет, Руди. Сильфи, это ты? Да, Руди, это я. Ты такая красивая. И у тебя такие пушистые волосы. Нравятся мои волосы? Да, и ты такая милая. Спасибо. Сильфи стала невероятно милой. И она в такой форме. Похожа на школьную форму. Кофточка, юбочка, гольфы, туфли. Я не сплю. Я хочу обнять Сильфи. О, она чересчур милая. Ах, Сильфи. Что это ты делаешь? Обнимаю тебя. Какая же ты милая. Руди, ну что ты делаешь? Проснись. Проснись, Руди. А я все равно вижу тебя. А, что? А, я подушку обнимаю. С добрым утром, сынок. Эх, с добрым утром. Тебе что-то хорошее приснилось? Ну, да. Хе-хе, я поняла. Я приготовила завтрак. Отец ушел по своим делам. Сейчас пойду завтракать. Эх, это все-таки был сон. Как жалко. Я уже подумал, что обнимаю Сильфи. И она была с длинными зелеными волосами. Обидно. Эх. Да, я видел сон, в котором была Сильфи с длинными зелеными волосами. И, похоже, она была в школьной форме. Правда, не уверен, что в ближайших к нам городах здесь носят такую же форму. Но в нашем волшебном мире все возможно. Хе-хе. За завтраком я постоянно пытался вернуться к сну, который я видел. Врезался в память мне этот сон. И та Сильфи, что я увидел. Хм. О чем ты задумался, Руди? Ты знаешь, мама, я во сне видел Сильфи. И у нее были такие красивые волосы, длинные-длинные. Ух ты. Да, они такие изумрудные и такие нежные. Вот бы Сильфи отрастила такие волосы. Если она захочет, то думаю, что у нее будут такие волосы. Правда? Да. Но если ей нравится та прическа, что у нее сейчас есть, не стоит давить на Сильфи. Каждый выбирает, что носить, какую прическу иметь. И стоит уважать выбор каждого. Хм. Да. Ты права. Однако ты можешь поговорить с Сильфи. Если ей захочется изменить свой облик и отрастить волосы, то она сделает это. Тем более ради тебя. Я знаю, что она очень сильно любит тебя. Ага. И я ее тоже люблю. Это самое главное. Ты сегодня будешь гулять с Сильфи? Конечно. Здорово. Я принесла вчера немного фруктов. Смотри. Ух ты. Что это за маленькие мандарины? Это кумкват называется. Они тоже цитрусовые, как и мандарины и апельсины. Угостись, Сильфи. Она будет рада. Конечно, угощу. Сейчас возьму тогда. Вот. Положу в карман. Отлично. Спасибо за завтрак, мама. На здоровье. Ты пошел гулять? Да. К Большому Дубу пойдешь? Как всегда. Хорошо. Я жду тогда тебя, сынок. Возвращайся. Хорошо, мама. Пока. Я отправился к Большому Дубу, где я планировал встретиться с Сильфи. У меня было отличное настроение. Тем более, что мне приснился такой замечательный сон. Мне хотелось рассказать о нем Сильфи. И вот вскоре я пришел к Большому Дубу. Я немного подождал, а затем ко мне пришла Сильфи. Я обрадовался. О, Руди ждет меня. Руди, я иду к тебе. Привет. Сильфи, ты пришла. Привет. Рад тебя видеть. Я тоже рада. Куда сегодня пойдем? О, пойдем с тобой к водопаду. Давно туда не ходили. Хорошо. Давай. Как у тебя дела? Что нового, Руди? Все в порядке. Пытался придумать новые заклинания. Снова тренировался. И как? Получилось? Тренировка, да. А вот с новыми заклинаниями пока не очень. Ничего, у тебя все получится, Руди. Я уверена. Спасибо. Мы будем смотреть на водопад, да? А потом пойдем играть? Да, давай так и сделаем. Хорошо, Руди. Мы пришли и стали смотреть на водопад. Было очень красиво. Вот так. Садись, Сильфи. Спасибо. Ты раньше видела водопады? Ну, если только маленькие. В городе видела мельницу, которая крутила воду, а там рядом с ней был водопад. Маленький-маленький. А, знаю. Видел такое. О, а хочешь я сделаю так, чтобы водопад остановился, но был таким же красивым? Давай. А как ты это сделаешь, Руди? С помощью магии воды. Вернее, льда. Любопытно. Так, начинай околдовать. Придется поднапрячься. Ну-ка. Пусть остановится вода. Пусть станет на мгновение. В лед превратится она. Да будет. Охлаждение! Ого! Ты посмотри, Руди. Это же замерзший водопад. Какой он красивый. Эээ, надо же! У меня получилось! Необычно! Вот это магия! Да, только надо теперь расколдовать. Так, пусть станет прежним! Ну-ка. О, пошла вода, пошла! Водопад! Ура! Есть, сработало! Видишь, магия льда тоже на многое способна. Да, ты прав. Я думаю, что так же смогу замораживать воду и делать такую красоту, как сейчас. Конечно. Сильфи смотрела на меня и радовалась. Она заметила, что я был очень радостным. Ты сегодня такой веселый, Руди. Что-то произошло? Эээ, да. Сейчас расскажу. Ты знаешь, я сегодня во сне видел тебя. Ого, меня? Да! И у тебя были такие длинные волосы! Очень-очень красивые! Длинные волосы? Ага, изумрудные! И еще ты была в красивой одежде! Оооо! А что я делала у тебя во сне? Ты подошла ко мне, сказала мне привет, а потом я тебя решил обнять. А когда я проснулся, то понял, что обнял подушку. Ха-ха-ха! Забавно! Слушай, Сильфи, а ты хотела бы, чтобы у тебя были длинные волосы? Я не задумывалась. У тебя очень хорошие волосы! Мне кажется, когда они будут длинными, тебе будет хорошо. Правда? Ага. Ну, я даже не знаю. Поверь мне, ты мне нравишься такой, какая ты есть. С любыми волосами, хоть с короткими, как сейчас, хоть с длинными. Спасибо, Руди. Я тогда подумаю. Мне самой стало интересно, а что будет, если у меня будут длинные волосы? Правда, придется немного подождать и попросить маму и папу, чтобы они не стригли меня. Хорошо. Я уверен, тебе понравится. Ну, если, конечно, ты хочешь, чтобы у тебя были длинные волосы. Я не против. Здорово. Ну что, пойдем играть? Да, пошли. Тогда догоняй меня! Ха-ха-ха! Ха-ха! Подожди, Руди! Мы еще не добежали до пшеницы! Но играть-то хочется сейчас! Хе-хе-хе! Я догоню тебя! Я уговорил Сильфи, чтобы она отрастила себе длинные волосы. А еще я пытался нарисовать на листке бумаги образ Сильфи, который я видел во сне. Я хотел, чтобы мама помогла мне сделать одежду для Сильфи. Я принес ей листок, бумаги, материалы, которые мне удалось наколдовать. Мама, я бы хотел, чтобы у Сильфи был такой наряд. Мне, кстати, удалось поговорить с ней по поводу прически. Она согласилась. Будет отращивать длинные волосы. О-о-о! Хорошо. Одежду я тогда сделаю, помогу тебе. Особый ее отец поможет. Возможно, он обратится к сапожнику. В ближайшей деревне есть как раз сапожник. Хорошо! Спасибо тебе огромное, мама! Спустя какое-то время... Это больше недели, я точно не считал. Одежда для Сильфи была готова. Это была та самая шикарная форма, что я видел во сне. Руди, иди сюда! Иду, мама! Смотри, я закончила. Закончила. О-о-о! Ух ты! Как ты великолепно сделала, мама! Спасибо тебе огромное! Сильфи должно все подойти! Она будет рада, я уверен! Не за что. Я пока отнесу к себе, положу в шкаф. А потом, когда буду встречаться с Сильфи, я подарю ей. Хорошо, сынок. Я пришел в свою комнату и долго рассматривал форму, которую мама сделала для Сильфи. Я представлял свою подругу в этой форме. Мне так хотелось увидеть Сильфи, как она, как в том сне, подойдет ко мне и скажет «Привет, Руди!». А я ее в ответ обниму. Я представлял и сильно-сильно радовался. И очень сильно ждал, когда сон превратится в настоящую явь. Прошло некоторое время, и я снова встретился с Сильфи. Когда мы встретились у большого дуба, я увидел у Сильфи нежные изумрудные волосы, которые были длинными-длинными. Я так удивился, что даже слов не мог подобрать. Привет, Руди! Я пришла! Привет, Сильфи! Ого! Смотри, какие волосы у меня! Они стали длинными! Мне они очень-очень нравятся! Как тебе? Эм... Что-то не так? Нет-нет, я просто впечатлен. А они шикарные! Сильфи, мне нравятся! Правда? Да, правда тебе идет! Спасибо. Ну что, поиграем? А потом пойдём ко мне в гости. О, в гости? Да, с удовольствием. Мы вдвоём поиграли, побегали. На этот раз мы решили обойтись без магии. И без неё было хорошо. Иногда хочется просто поиграть и ничего не делать. Дети же. Сильфи, ты где? Ой, ку-ку. Ку-ку. А, кажется, я догадываюсь, кто это. Вот ты где, Сильфи. Ой, Руди. А затем я привёл Сильфи домой. Я был весь в предвкушении, ведь я хотел подарить Сильфи форму, которую сделала моя мама. Я ей тоже немного помогал. Так вот, когда мы оказались в моей комнате, я сказал Сильфи. Эм, Сильфи. Да, Руди? Можешь закрыть глаза? Глаза? Хорошо, сейчас. Вот. Пока не открывай. Я скажу, когда можно будет это сделать. Ладно. Ну вот так. Открывай. Ух ты, что это? Мы с мамой сделали для тебя вот такую одежду. Она такая мягонькая. Это кофточка, да? А это юбочка. Юбопытно очень. А ещё гольфики. Вот, и ботинки. Пример, Сильфи. Тебе точно должно подойти. Хорошо, сейчас. Я могу уйти в другую комнату, чтобы тебе не мешать. Нет-нет, всё хорошо. Ладно, тогда просто отвернусь. Я подождал, когда Сильфи переоденется. И когда она переоделась, я словно язык проглотил. Сильфи выглядела сногсшибательно. Вот, я готова. Посмотри, Руди, как тебе? Это... Ты чего? Это... Потрясающе! Сильфи, какая же ты красивая! И очень-очень-очень милая! Ты прелесть! Ой, стойко комплиментов я не ожидала. Мне очень приятно. Тебе нравится? Да, я нигде такой одежды не видела. Я чувствую себя настоящей девочкой. Я словно во сне. Даже не верится, что это ты, Сильфи. А мне... Мне... Ой, мне хочется тебя обнять, Сильфи! Ой, Руди, как же ты меня обожаешь! Ещё как обожаю! Ой, осторожнее! Мы сейчас упадём! Ай, прости! Я держусь! Ох, всё-таки упали! Но на кровать! Ага! Я видел перед собой Сильфи. Я был словно в том сне. Мне хотелось, чтобы Сильфи так же, как и во сне, сказала привет, Руди. Эм, Сильфи... Да, Руди, в чём дело? А давай сделаем так. Я закрою глаза, А когда я их буду открывать, ты скажешь мне привет, Руди. Хорошо, давай. Ну-ка. Привет, Руди. О, снова тот же сон вижу! Ты не спишь, Руди! Не спишь! Правда? Сильфи, какая же ты красивая! Я тебя обожаю! Спасибо! А я тебя люблю! И вот, ты столько всего для меня сделал и делаешь! Конечно! Мне ведь очень хочется быть с тобой! Но ты точно не забудешь про меня? Будешь со мной? Если ты уйдёшь, мне без тебя будет очень плохо. И никто, кроме тебя, не сделает меня счастливой. Не забуду! Честно-честно! Мы будем вместе! Правда? Да, правда, Сильфи! Спасибо, Руди! Ах, как хорошо, что ты у меня есть! Я так рада, что встретила тебя! И я рад! Да! Я самый счастливый мальчишка на свете! Ю-ху!